Сегодняшнее видео исчерпывающее руководство по покупке первого костюма. Я вооружу вас знанием, как купить правильный костюм по правильной цене в правильное время, который прослужит вам долгое время. Вы готовы? Давайте начнем. Шаги к покупке вашего первого костюма просты. Знаете, пирамиду стиля. Первое, сидит как с иголочки. Никогда не покупайте костюм, который на вас плохо сидит. Далее обратите внимание на функцию. Вам нужно, чтобы он отвечал вашим нуждам. Если вам нужен деловой костюм, то придерживайтесь чего-то классического, чего-то консервативного. Затем посмотрите на материал. Вам нужна качественная ткань. Присмотритесь к плетению, к деталям, как выглядят стыки. Эти маленькие нюансы кажутся малыми только в начале. Если вы не будете придерживаться пирамиды стиля, это может закончиться покупкой костюма, который вам даже не послужит. Я понимаю, что большинство из вас подумали, Антонио, это гораздо сложнее, чем размер, функция и ткань. Что насчет туфель? Что насчет рубашки? Что насчет галстука? А карманные платки? А носки? А какие часы? Придержите коней, друзья. Я расскажу об этом в этом видео позже, за исключением, конечно, часов. Сперва о подгонке костюма. Говорю сразу, он должен сидеть в плечах. Если он не подходит вам в плечах, не покупайте его. Вам нужно найти точку на своем плече, и чтобы она совпадала с точкой на костюме. Она не должна быть ни выше, ни ниже. Вам нужно убедиться, что он сидит как влитой. Далее мы смотрим на торс. В частности, что будет, когда вы застегнетесь? Если он мал, у вас получится ужасная икс. Или, может, он большой. Должен помещаться целый кулак, не больше. Поймите, что хороший портной сможет добавить около 5 сантиметров. Он также может убрать около 5-7 сантиметров, если позволяет материал. За этими пределами вам нужен другой размер. Почему? Потому что уже нарушается пропорция в положении карманов и подобных деталей. Убедитесь, что он сидит на вас правильно в плечах и в торсе до того, как покупать. Далее мы выбираем длину пиджака. Что нужно делать? Встать смирно, поставить руки по швам. Длина пиджака, которая вам нужна, на уровне пясно-запясного сустава большого пальца. Еще одно место. Убедитесь, что пиджак покрывает нижний изгиб вашей ягодицы. Если он немного длиннее или короче, это нормально. Вам нужен немного покороче, если вы низкий. Вам нужен длиннее, если вы высокого роста. Но в любом случае, вам нужно быть внимательным. Далее поговорим о длине рукава. Но чтобы точно ее подобрать, вам нужно надеть хорошо сидящую рубашку. Опустите руки, мы должны видеть половину или полтора сантиметра рубашки. Другая область, если у вас нет правильной рубашки. Рукав пиджака должен быть на уровне запястья. Поймите, что все измерения, все детали о пиджаке, о которых я говорил, наиболее простительны. Ведь большинство пиджаков, которые покупаются с полки, вы можете просто подогнать. На несколько сантиметров удлинить или укоротить. Исключение из этого правила, если вы покупаете пиджак с рабочими хирургическими рукавами. Это знак качества. Это означает, что или он был сделан на заказ, или он дизайнерский, или продается в хорошем магазине одежды. Проблема в том, что его можно подогнать только в пределах сантиметра. Если вы покупаете пиджак с хирургическими рукавами, убедитесь, что их длина идеальна. Другая область, на которую нужно обратить внимание, это воротник пиджака. Чтобы он находился правильно относительно шеи. Поймите, что это очень просто исправить для опытного портного. Другое, на что обратить внимание, покрой рукава. Как сшита ткань, чтобы рукав имел одно направление или другое. Мужчины, которые встречаются с данной проблемой рукавов, обычно стоят очень прямо. Так в военной форме приходится мириться с этим. Они отводят всю руку, плечо назад. Лучше найдите другой пиджак. Или же, если вы очень сутулый господин, в таком случае все будет в порядке. Время от времени вы надеваете пиджак и видите несколько складок на плечах. Они могут быть с одной стороны, могут с обеих сторон. В любом случае, там валики. Так получается, когда проблемы в пиджаке. Или потому, что он не подходит к вашему типу плеч. Если вы заметите, позаботьтесь об этом. Скажите портному, чтобы он попробовал это исправить. Если же нет, не покупайте этот пиджак. Когда я говорю о костюме, то подразумеваю, что это пиджак в паре с брюками, сделанных из той же самой ткани. А теперь поговорим, как должны сидеть брюки. Сперва обратите внимание, как сидят в талии. Поймите, что большинство брюк можно ушить в пределах 3-4 сантиметров или также расшить. Снова. Выйдя за пределы, мы искривим. Мы изменим положение карманов, что знатно отразится на пропорциях. Вам нужно убрать весь этот лишний материал вокруг ягодиц. Ведь когда они будут идеально сидеть сзади, хей, вы будете великолепно выглядеть, когда снимете свой пиджак. Если у вас будет слишком много ткани, у вас будет... Да, вы будете выглядеть, будто вы в памперсах. И если они слишком тесны, друзья, когда вы выйдете на танцпол, вы порвете эти штаны. Далее, где подол ваших брюк? Он может быть на уровне верха туфли, середины пятки, на пятке. Друзья, это уже на ваше усмотрение. Я скажу, что именно вам стоит выбрать. Но вам нужно сделать выбор. Не нужно быть тем, кто об этом даже не слышал, и носить брюки на 5 сантиметров короче или длиннее. Так что пусть об этом позаботится любой портной или вы сами. Это очень просто. Ну ладно, друзья. Костюм как с иголочки. Поздравляю. Теперь поговорим о цвете костюма. Сперва, друзья, подумайте о его назначении. Помните пирамиду стиля? Какая функция у этого костюма? Он вам нужен для интервью, он вам нужен на вашу первую работу или пройти важную встречу. Итак, вам нужен костюм, который закроет определенные нужды. Друзья, в конце концов, все сводится к поиску монотонного костюма темно-синего или угольного цвета. Для вас это лучшие варианты. Почему? Потому что они сочетаются с самыми разнообразными рубашками, туфлями и остальными вещами. Они невероятно гибкие. Они являются частью взаимозаменяемого гардероба. И они просто работают. Вам нужен угольно-серый, если вы молодой человек, выглядящий юно. Вам нужен темно-синий, если вы немного в возрасте и вы выглядите старше. Потому что темно-синий молодит, угольно-серый создает вид зрелого человека. Столько вариантов. Давайте поговорим о черном костюме. Это один из самых распространенных, что можно увидеть. Я не рекомендую черный, просто потому что это слишком серьезный цвет. Больше подходит к смокингу. Вот тогда стоит надеть черное. Я понимаю, что некоторые из вас могли найти костюм по отличной цене. Или вам его кто-то подарил. Если он сидит на вас хорошо, отвечает нуждам, соответствует другим деталям, о которых я говорил. И вы считаете, что выглядите в нем отлично? Носите? Я не могу спорить и не могу сказать, что это неправильно. Теперь поговорим о светло-сером. Вы видите, это светло-серый пиджак. Понимаете, он хороший, но не по-настоящему формальный. Я бы не порекомендовал его для первого костюма. Потому что он не такой формальный, больше повседневный. Теперь синий. Он ближе к голубому, чем к морскому синему. Снова. Отлично выглядит. Очень похож на серый. Но нужно поставить его в очередь. Уже после темно-синего или угольно-серого. Что касается мелкого рисунка, я это очень люблю. Но я не рекомендую его для вашего первого костюма. Почему? Потому что на нем рисунок. А это люди запомнят. По этой причине он не рекомендуется для первого костюма. Но скажем, что мне нужно что-нибудь для собеседования и нужно срочно. А я нашел его по отличной цене. Тогда берите. Вот в таком случае, да. И это снова рисунок, даже более выраженный, чем предыдущий, который я показывал вам. Даже если он выглядит как средне-серый на расстоянии. Вот здесь хорошо заметен белый. Виден определенный рисунок. Чередование с черным. Вот этот хорош третьим, четвертым, пятым костюмом, но не первым, который я бы посоветовал. Даже в крайнем случае я бы не решался его надеть. Танн. Это не первый костюм. Даже не третий или четвертый. Слишком повседневный костюм. Если вы носите костюмы всю неделю и носите их летом, это хороший вариант. Но большинству людей он не нужен в первой пятерке костюмов. Тем более первым номером. Костюм в полоску. Мне он нравится. Он хорошо смотрится, хорошо подходит для дел. Полоска главная для бизнеса. Но он очень запоминающийся. И поэтому он не лучше для первого костюма. Может для пятого, может седьмого костюма. Если вы носите костюмы ежедневно, живете в большом городе, он подойдет. Но не для первого костюма. Это костюм, как вы догадались, не первый костюм. Ткань слишком запоминающаяся. Он прекрасный, мне нравится этот костюм. Но он не должен быть первым. Тут несколько деталей, которые делают его не самым лучшим первым костюмом. Один из них – стилистический выбор кармана для билетов. Такой карман мы обычно наблюдаем на правой стороне. Посмотрите сюда. Это повседневная деталь. Дополнительный карман на пиджаке. И совсем не то, что вам нужно на вашем первом костюме. А вот этот пиджак, заметьте, без лишнего кармана. Это классический пиджак. Хорошая модель. Вот он может запросто стать первым костюмом. Но посмотрите, на нем три пуговицы. Пиджак с тремя, с двумя пуговицами. Или тот, или тот. Я не стану говорить, что вам нужно придерживаться одного из них. Пиджак с двумя пуговицами, по моему мнению, лучше для большинства мужчин. Но если вы в форме, если вы молод, думаю, что пиджак на трех пуговицах отлично вам подойдет. Крутая штука в таком пиджаке, что вы можете застегивать две верхние пуговицы. Вы не обязаны застегивать верхнюю, это по удобству. Среднюю, всегда. Нижнюю, никогда. Перед вами пиджак на двух пуговицах. Посмотрите, докуда идет в вырез. С тремя пуговицами он будет повыше. Так три пуговицы дают немного более серьезный вид. А две пуговицы более кэжуал. Нужно обратить внимание на один момент. Смотрите, лацканы прямоугольной формы. Прямые лацканы – это классика. Они ценятся с давних времен. И это, пожалуй, самые распространенные лацканы, которые можете встретить. Я думаю, они идеально подходят для первого костюма. Теперь и другой вид лацканов. Я о нем рассказывал. Заостренные лацканы – самые серьезные из всех. Скорее всего, не стоит их выбирать для первого костюма. Почему? Он слишком модный. Вы увидите его на большинстве дизайнерских пиджаков. Пиджаков, выпущенных компаниями, которые стараются сильнее заточить края. Одна частная деталь о них – мы говорили о выборе двух и трех пуговиц. Это пиджак с тремя пуговицами. Обратите внимание, где заканчиваются края. Это называется два с половиной. Теперь глянем на спину пиджака. Итак, что вы должны увидеть? Это пиджак с двойным разрезом, пиджак без разрезов и пиджак с одним разрезом. Я предпочитаю пиджаки с двойным разрезом. Они самые дорогие для производства, но в большинстве случаев, по моему мнению, они задают самый лестный вид. Особенно мужчине при ходьбе. Один разрез выглядит очень плохо, когда вы засовываете руки в карманы. Это обнажает ваш сад, но они очень распространены, так как дешевле в производстве. Без разреза зачастую мы наблюдаем на пиджаках прямиком из Италии. Я не сказал о количестве пуговиц на рукавах. На большинстве пиджаков – три-четыре пуговицы. Возможно, встретите и пять. А две пуговицы – иногда на спортивном пиджаке. Понимаете, количество этих пуговиц не имеет большого значения. Где эти пуговицы и приобретают важность? Так если это медные пуговицы или золотые, то есть которые выражают яркий контраст, например, жемчуг. В таком случае вам не стоит их выбирать. Они хороши для неформальной обстановки, но не для первого костюма. Окей, мы разобрались с размером, назначением и тканью. Если вы последуете этой информации, вы получите костюм, который отлично работает. Но мы понимаем, что это больше, чем просто костюм. Что насчет рубашек? Всего два цвета – белый или голубой. Их достаточно для ваших десяти первых костюмов. Я знаю, звучит невероятно скучно, так? Друзья, а вот почему это не скучно. Потому что здесь так много деталей стиля, обратив внимание на которые, вы получите десять белых рубашек, и они будут разными. Так, обратите внимание на воротник. Вам нужно найти правильный воротник. Убедитесь, что он хорошо подошел. Вы можете выбрать, как видите, двойной рукав. Такой рукав складываете, и получаете знакомый французский рукав. И вам нужно использовать запонки, чтобы рукав держался. У вас получится один из самых формальных видов рукавов. Здесь несколько возможных вариантов. Заметьте, как у меня, это рукав бочонок. Рукав бочонок – это одна пуговица, соединяющая и закрепленная ею ткань. Я бы сказал, что для вашего первого костюма вам стоит надеть рубашку с простым рукавом бочонком. Но если вы решили выбрать запонки, поймите, что они очень заметны. Не то, чтобы я порекомендовал, за исключением, если они чертовски подходят. А здесь у нас еще один пример простой белой рубашки. Но посмотрите на малые детали. Здесь у нас пуговицы на воротнике, очень похожие на мои. Это повседневная рубашка. Она не должна быть той, которую вы надеваете с формальным костюмом. Даже с галстуком. Еще карман, нет кармана – это наличное предпочтение. Мне нравятся рубашки без карманов, но в большинстве случаев, когда вы покупаете в магазине, они будут с карманами. Я уже говорил о синих цветах. Я имею в виду светло-голубой. Ведь светло-голубой принимается в большинстве кругов как очень формальный вариант. Он сочетается с большим разнообразием галстуков и других аксессуаров. Эта рубашка очень интересная, потому что на ней есть маленький рисунок. Возможно, вы не увидите этого на видео, но здесь нарисован небольшой зигзаг. На расстоянии это непонятно. Я считаю, что он отлично будет смотреться с темно-синим костюмом. Да даже с угольно-серым. И отлично будет сочетаться с формальным красным галстуком. Обратите внимание сюда. У него акулий воротник. Вам нужно убедиться, что завязываете правильный вид узла галстука. Он должен заполнять все свободное место. А на этой воротник будет более узким. И более выраженного голубого цвета с простым рисунком. Эта рубашка находится в пограничном положении. Скажу одно, что она более запоминающаяся. Но она может быть в первом десятке рубашек. Может, она и не будет первой рубашкой, которую вы купите для более серьезного образа. Но наденьте ее с мощным красным галстуком, и будет супер. Ну ладно, друзья. Эти примеры рубашек точно не будут частью вашего первого костюма. Почему? Потому что они слишком повседневны. Это casual, темно-синяя рубашка. Не то, что вам нужно подобрать в пару к новому костюму, который вам нужен для собеседования. А эта, темно-голубая, такая же повседневная. А эта, определенно, очень повседневная. Если вы одеваетесь на работу, а это очень креативная компания, тогда ваш стиль, ваш выбор вам отлично подойдет. Но, друзья, я рекомендую для большинства из вас. И это наряд не для собеседований. Ладно, поговорим о галстуках. Если вы идете на деловую встречу и надеваете костюм, вероятнее еще нужно надеть и галстук. Галстуки представлены большим разнообразием по формальности. Здесь вы видите более повседневные, а здесь более формальные. Что же делает их повседневными, которых не должно быть в вашем первом костюме? Ну, если они сделаны из такого материала. Как видите, да, он сделан из шерсти. Этот также. Или на нем есть цветочные узоры, или узоры пейсли, то это явно повседневный стиль. Также, если на нем дерзкий и яркий рисунок. Вместо этого вам нужно выбрать темные консервативные цвета с маленьким повторяющимся рисунком. Или даже однотонный. Вот это чистая классика. Мощный красный галстук с маленьким повторяющимся рисунком. Темно-зеленый в малых точках. А здесь чисто фиолетовый. Фиолетовый король цветов. Здесь темно-синий с бело-голубым рисунком. Вот этот уже более повседневный. Такой будет привлекать больше внимания и откладываться в памяти. Но опять же, маленький повторяющийся рисунок пойдет. Теперь полоски. Полоски уже чуть более повседневные, но они идеально подходят для большинства интервью. Только убедитесь, что они на деле какой-нибудь с армейским раскрасом. Если вы не знакомы с милитари полосками, просто перейдите на Real Men Real Style. Там найдете много деталей. Но запомните, что нужно быть аккуратнее с полосками. Друзья, что касается туфель, то вам нужно искать черные, темно-коричневые или бордовые. Вот они и есть ваш выбор. Вам нужен темный цвет и консервативный стиль. Первое, на что нужно обратить внимание, это закрытая шнуровка. Закрытая шнуровка. Обычно это означает, что задняя часть кожи туфли плотно соединяется с передней. У меня в руках туфли с такой системой. А открытая система шнуровки. Позвольте мне показать пример. Вот она. Это открытая система шнуровки. Посмотрите, как задняя часть туфли накладывается на переднюю часть. Еще одна причина, почему я не порекомендую эти туфли для вашего первого костюма, это очень светлый оттенок. Светлая обувь вообще более повседневная. Еще деталь. Посмотрите на шов. Большой грубый шов здесь и вот здесь. Это отличные туфли, мне не нравятся, но это повседневная обувь. Да, вы можете надеть их в пару к повседневному костюму. И теперь другой вариант. Вы можете выбрать туфли с небольшим орнаментом. Вот как здесь, небольшой узор на носке. Но опять же, в зависимости от размера рисунка. Еще одни, темно-каштановые. Один из вариантов бордового цвета. У них хороший носок, нет украшений и закрытая шнуровка. Идеальный для собеседования. Итак, вот здесь я начинаю играться с цветом. Я добавил небольшой контраст в туфли. Тут и темно, и светло-коричневый. Также с закрытой системой шнуровки, с отдельным носком. По моему мнению, здорово. Теперь поговорим о холкотах. Я уже говорил о холкотах ранее. Мне нравятся такие туфли. По мне, это современная классика. Но поймите, они привлекают к себе больше внимания. Вам стоит их надевать, если вы уверены в своем виде, и эти туфли вам нравятся. Итак, в моих руках туфли, ни одни из них не подойдут для собеседования. Почему? Вот эти, посмотрите, светлые, и выраженная грубая работа. Цвет и дизайн здесь. Они прям кричат о себе и слишком светлые по цвету. Справа от меня, лоферы. Это повседневная обувь. Посмотрите, тут нет шнурков. И это не то, что стоит надевать на собеседование. Далее, поговорим о карманных платках. Выбирайте простой хлопок или лен. Складывайте его, чтобы получился красивый квадрат, и заправьте его. Очень просто, классически, очень консервативно, и выглядит шикарно. Друзья, это то, что вам нужно. Что касается носков, не парьтесь по этому поводу. Если вы сомневаетесь, просто наденьте черные. Наденьте те, что поновее, не надевайте потертые или дырявые носки. Если хотите веселья, можете добавить немного цвета. Это может быть темно-бордовый или темно-зеленый. Будьте осторожны с яркими цветами, особенно, если вы идете на собеседование. Я понимаю, что вы хотите показать свою индивидуальность, и это забавно, но если вы не уверены, не надевайте. Ну ладно, друзья, теперь ваша очередь. Дайте знать внизу в комментариях, что вы думаете об этом видео. Если вы хотите больше, вы хотите инфографики, вы хотите картинок, перейдите на статью к видео. Я оставил ссылку в описании. Я рассказываю там много деталей. Вы можете поделиться со своими друзьями, вы можете использовать ее, чтобы убедиться, что делаете правильный выбор костюма.